Классная песня, кстати. Прямой эфир «День добрый» продолжается. Меня зовут Евгений. Не только отвечаю на вопросы, но и даю практически рекомендации. Сообщение от Юлии. Евгений, добрый день. Скажите, а как стать стрессоустойчивым? Сейчас, допустим, стрессов мало, всё хорошо. Как себя готовить, тренироваться к встрече с реальностью, с конфликтными людьми, со стрессами? Какие психологические упражнения можно делать каждый день, чтобы мозг потом работал по правильному алгоритму? Юлия, спасибо большое вам за такие прям вот чётко сформулированные вопросы. Стресс, во-первых, это естественная, нормальная реакция. Не было бы стресса, не было бы этой реакции, мы бы не смогли жить нормально, адаптироваться. Поэтому стресс – это концентрация сил нашего организма, психических, физических, духовных, душевных сил, для преодоления той или иной проблемы, её решения. Поэтому стресс – это хорошо. Но стрессоустойчивость. Получается, что в этом смысле даже, это не столь правильно звучит, стрессоустойчивость. То есть, стресс – это хорошо, и пусть он будет и происходит. Я бы по-другому этот вопрос задал. Как стать человеком, способным выбирать правильную реакцию. То есть, когда происходит с нами стресс, выбрасывается адреналин в кровь, или какие-то другие органические, химические реакции происходят, мы получаем энергию. И эту энергию мы уже направляем. А направляем как? Мы выбираем, на что её направить. Поэтому вспомните те стрессовые ситуации, которые были в прошлом, за последние несколько месяцев. И напротив каждой из них напишите ту реакцию, которую вы выбрали. Может быть, вы её не выбирали, автоматически себя вели к определённым образом. Опишите, как вы себя повели. А потом в третьей колоночке, то есть в первой, сама стрессовая ситуация описана, во второй, как вы себя повели, и в третьей колоночке, как вы должны были себя повести. И вот там напишите, Юля, ты должна научиться вести себя вот так. Ты должна говорить вот так. Ты должна, или даже ты должна, можете не употреблять, я научусь, я сделаю, я смогу. Используйте вот такие глаголы действия. Так. И ещё, когда вы видите, Юля, как реагируют окружающие люди на конфликтные, на сложные ситуации, запоминайте, кто у кого что получается хорошо. И вот этот алгоритм, о котором вы меня спрашиваете, фиксируйте сами. Так, человек молчал. Но молчал не всё время. Он начал говорить в середине разговора. Или он начал говорить вначале. Он бросил одну фразу, потом замолчал. начните наблюдать за теми, кто хорошо реагирует на такие сложные ситуации. И вы постепенно, во-первых, будете видеть перед собой пример. Мозг будет получать информацию о том, как нужно поступать, потому что вы ищете пример, вы ищете эталон действия. Ну и кроме того, вы начнёте этим заражаться. Будет происходить такое эмоциональное заражение через тех людей, которые вы для себя выбираете в качестве примеров. Я каждый день читаю Библию, рекомендую вам. Там тоже ситуации стрессовые постоянно происходят с людьми. И то, как они реагируют, это ведь не просто книга, написанная людьми, это священная книга. Бог контролировал её написание. Поэтому то, как там люди реагируют, как они выходят из ситуации, через всё это Бог говорит к человеку. И в этом смысле тоже можно получать и алгоритм действий, и эмоциональную привязку иметь, как бы заражаешься этим примером. Спасибо, Юлия, за ваш вопрос. Прямой эфир «День добрый» продолжается. Меня зовут Евгений. Не только отвечу на вопрос, но и дам практическую рекомендацию. Звоните бесплатный номер 8 800 200 11 34. Ну и скайп из любой страны мира. Представляешь, бесплатно. Ага, хоть с гваделупы или с тьму таракани какой-нибудь. Бесплатно. Ну, давай, пользуйся возможностью, пока она есть. Не знаю я, что стало с миром, он вдруг пропал. Не знаю я теперь, где дом мой, где причал. Знаю точно я. Знаю точно я.